Продолжаем говорить о нейросетях, которые генерируют изображения. Сегодня iDiagram. Это условно-бесплатная нейронка с ограниченным количеством запросов в день. То есть пользоваться бесплатно можно, но не в промышленных масштабах. Давайте посмотрим, чем она отличается от других генераторов. Спойлер, говорят, она неплохо разбирается с текстом. Условно-бесплатно это значит, что пользоваться сервисом можно, просто пройдя легкую и быструю регистрацию, которая не займет много времени. И вы сразу получаете 10 кредитов на день, которых, как написано, должно хватить на 40 изображений. Ну и результаты ваших генераций в бесплатной версии вы скрыть не сможете, они будут общедоступны. Нужны другие условия, есть платные подписки, которые начинаются от 8 долларов в месяц. На главной странице видим примеры сгенерированных изображений. Сюда же могут попасть и ваши. Можно посмотреть, вдохновиться, изучить промпты, по которым они были созданы, скопировать эти промпты и использовать для себя. Все генерации сгруппированы по тематикам. Реалистичные, дизайнерские решения, 3D и аниме. При создании изображений, кстати, можно выбрать какой-нибудь стиль. Теперь попробуем что-нибудь создать. Какие есть дополнительные возможности, кроме самого промпта? Можно использовать или нет Magic Prompt. Он усиливает ваш запрос, дописывает его, корректирует, переводит на английский, в общем, проявляет креативность. Хотите, чтобы результат максимально точно соответствовал вашему запросу? Отключите его. Также можно выбрать размер изображения и соотношение сторон. Ага, а вот приватность добавить не можем, как и говорил. Зато доступно изменение цветовой гаммы. Еще несколько недоступных для бесплатной версии параметров, и можно выбрать саму модель. Оставим, конечно, более свежую. Внизу выбираем стиль изображения. Пусть будет реалистичный. Ну все, смотрим результат. Готово, и мне кажется прям отлично. Все как и просил, и реалистично. По одному запросу создает 4 картинки. Теперь давайте посмотрим, что же там с текстом. Попросим создать слово из различных текстур. Чтобы он понял слово как слово, помещаем его в кавычки. Настройки оставлю те же. Вот такие интерпретации получились. Интересно, промпт на русском понимает, а поймет ли само это слово, которое нужно сгенерировать? Оставим тот же промпт, только изменим слово на мир. Ну, 3 из 4. Неплохой результат. Ну и если все говорили, что с текстом прям хорошо дружит, давайте попробуем сгенерировать его на изображении. Простое задание. Мальчик держит в руках листок, и на нем написано «Газета». Ноль из четырех. С русским возникли сложности. А если на английском? И немного изменить режим на дизайнерский. С английскими словами поувереннее. Про айдиограмм говорят еще, что он отличный помощник дизайнерам по созданию всяких логотипов. В конце давайте попробуем создать лого для кондитерской с незамысловатым таким названием «Кэндис». Ну, что-то получилось. Поиграть с настройками и промптами, и можно добиться результата. Ну, или вдохновиться, как минимум. Хотел попробовать немного другие варианты, а лимит на день уже был исчерпан. Думаю, как так? 40 изображений же было написано. Но есть нюанс. Во-первых, на каждый запрос выдается 4 картинки, и это уже идет в общий счет. К тому же, генерации в разных моделях стоят по-разному. Поэтому 40 — это если вот прям по минимуму пройти. На тех настройках, которые использовал я, максимум 20 картинок. И это 5 генераций в день. Айдиограмм — это удобная и интуитивно понятная нейросеть. Однако, как и любой инструмент, она имеет свои слабые стороны. В идеале, знать и уметь работать в разных нейронках, и на своем опыте выбирать ту, которая поможет вам в конкретной задаче. На этом все. Пожалуй, в современном мире самое главное — оставаться людьми. Во всех смыслах. Александр Рыбаков. Теплица социальных технологий. Продолжение следует...